Итак, друзья, еще один прекрасный день на крипторынке. Всем привет! Биткоин продолжает нас удивлять и радовать своими взлетными успехами. 86.600, средний уровень, когда я это записываю. Приблизившись на 4-х часовик, мы видим здесь, что мы встретили некое локальное сопротивление на уровне 90 тысяч. Ну, в принципе, оно и понятно. Психологическая отметка. Не 100 тысяч пока, конечно, еще, но 90, друзья. И биткоин начал, вроде как, корректироваться. Но, опять же, помните о том, что мы в бычьем рынке. И любую коррекцию, по идее, в бычьем рынке надо выкупать. Такую, либо такую. Суть в том, что мы все время отскакиваем. Видите, вот как минимум, ну вот как максимум вот этот мувинг на 4-х часах на индикаторе SuperGoopy. Это 200-я ямашка на 4-х часах выступает более-менее ультимативным дном, откуда мы отскакиваем. Манифлоу зеленый, RSI бычий. Все невероятно круто. На дневке, отдаляясь, мы видим, что тоже у нас с вами идеальная поддержка на сетке SuperGoopy. Это почти такая же сетка, как и EMA Ribbon. Вот, видите, EMA Ribbon. Но SuperGoopy более детальная в ней. Вот, EMA Ribbon обычная. В SuperGoopy в ней еще присутствуют вот такие ультимативные мувинги. И SuperGoopy это, по сути, сетка из двух сеток EMA Ribbon, у которой одна более краткосрочная, да, другая долгосрочная. И вот когда одна другую пересекает, видите, тут еще меняется цвет. Значит, по всем этим параметрам у нас с вами зеленый MoneyFlow, зеленый RSI, зеленые SuperGoopy. И, что самое примечательное, если мы отдалимся на недельный таймфрейм, то и включим индикаторы P-Cycle Top и P-Cycle Bottom, то мы видим с вами, что у нас пока еще нету сигнала о том, что это вершина. Потому что я знаю, многие сейчас спекулируют, что это вершина уже или где-то близко, типа Bitcoin найдет вершину на 90 с чем-то или там не дойдет до 100. Так вот, посмотрите. Да, конечно, у нас были вот такие двойные вершины, как здесь. Но, в целом, я вам хочу сказать, что когда Bitcoin переписывает свой исторический максимум, это чуть ли не лучшее место, чтобы его покупать. Потому что он после этого улетает в космос. Ну и максимум, что мы можем увидеть, это касание потом этой линии уже в качестве следующего дна рынка, как было вот здесь в 2014, после роста в 2013. Что мы видим дальше? Снова, когда Bitcoin переписывает all-time high, снова он улетает очень-очень сильно. Давайте сравним, чтобы понимать, насколько он улетал. Здесь Bitcoin улетал на 1200%, здесь Bitcoin улетал на 500% после all-time high, еще. Ну, то есть, вместе, это на самом деле, это был один цикл, это вместе выдало все 7000%. Здесь Bitcoin после all-time high улетал на 1700%, практически 1800%. И не возвращался уже к этому уровню, обратите внимание, не возвращался, дно было выше. В этот раз дно было выше, не как тут. Снова all-time high. В очередной раз, посмотрите, что происходит, мы пробиваем его, улетаем выше. Ну, пускай и не так сильно в тот раз, это было, опять же, я вам про этот цикл скажу, 265%. Но все равно 4x мы еще делаем после all-time high. То есть, с 1 понятно, что мы больше выдали, с 1 мы выдали 15x. Вот. Снова обратите внимание, как и здесь, так и тут, этот уровень предыдущего all-time high выступает, предыдущего пика выступает новой поддержкой, как и здесь. Это тоже важно понимать. Здесь мы не дошли, здесь многие тоже ждали ниже, включая тоновейса, но мы не дошли. Вот. И что мы видим сейчас? Посмотрите, мы снова по Bitcoin переписываем all-time high, ребята. И, 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 что еще хочется здесь добавить, что, если мы наложим индикатор Bitcoin Halving Events, то давайте не забывать, что у нас только-только с вами прошел халвинг, уполовинивание награды за Bitcoin. Для тех, кто не знает, Bitcoin это дефляционный актив. В его коде прописано то, что раз в 4 года примерно, раз в 210, по-моему, тысяч блоков, да, уполовинивается награда, то есть в 2 раза сложнее становится производить новые биткоины. В 2 раза меньше все майнеры одновременно начинают их производить. Вот. То есть идет дефицит. И что мы видим здесь? После первого халвинга, соответственно, вот у нас был рост, после второго вот был рост, после третьего вот был рост, после четвертого вот мы сейчас находимся в росте, да. Опять же, будет ли все так же? Мы заканчиваем с вами первый полный 16-летний цикл биткоина, да, то есть вот у нас еще буквально 2 года до середины этого периода между халвингами, до потенциально, опять же, следующего дна, и уже будет 16-летний цикл закончен. Посмотрите, опять же, у нас дно цикла всегда, как вы можете видеть, совпадает в середине между халвингами, при этом бычий рынок начинается незадолго до халвинга, соответственно, медвежий рынок начинается незадолго после халвинга, да, здесь опять же так же, посмотрите, да, посмотрите сами. То есть у нас, по идее, вот сейчас как раз еще последняя волна роста, если все так же, как обычно пойдет, потом начинается медвежий рынок, если все так, как обычно пойдет, потом медвежий рынок, где-то здесь новое дно, и вот дальше у меня к вам вопрос, господа инвесторы, трейдерам-то еще дожить до этого надо, а вот господа инвесторы, продолжит ли биткоин свой путь в стиле 16-летних циклов и дальше, и пойдет наверх к миллиону долларов, к следующему циклу, или же мы столкнемся с более долгой коррекцией, с более глобальной медвежкой, потому что сейчас разную тему говорят, кто-то говорит, что это первая волна, вторая, третья, четвертая, там пятая сейчас идет большая, кто-то говорит наоборот, что как там эти волны, прям что-то первая, вторая, это все третье, и сейчас только будет пятая короткая, и потом вниз, но тем не менее, ждете ли вы более глобальный медвежий рынок по битку, который потом вдруг как золото или как любой другой прекрасный актив и взобьется в многолетний флэт или даже даунтренд. Напишите свой ответ в комментариях, это интересно было бы услышать. Но пока, еще раз вам говорю, все указывает на то, что пика еще нету, пика еще нету, и вопрос, собственно, который мучает нас всех, где будет этот пик. Сохранится ли тренд уменьшающихся возвратов, да, и мы получим еще меньше иксов в этом цикле после all-time high, да, если здесь это было, еще раз говорю, 3 икса, то сейчас, может быть, нам дадут там, грубо говоря, всего 2 икса, да, например, 140 тысяч долларов по битку и все. Или же мы увидим наоборот, что это был гиперцикл, и мы улетим гораздо выше на шортах, собственно, чем многие ожидают. Честно говоря, конечно же, хотелось бы верить во второй вариант, я сейчас вам в пользу него несколько доводов приведу. Ну, во-первых, у биткоина нету вершины, потому что у фиата нет дна, и мы с вами знаем, что фиат печатают просто крышесносными темпами, точнее, мы-то с вами и не знаем официально даже, сколько фиата печатают, и если вы посмотрите на график биткоина к M1SL, что является не самым правильным, может быть, но, на мой взгляд, как раз максимально приближенным отображением печатного станка денег, то есть это доллар со скидкой на его покупательную способность, то обратите внимание, что даже, мы еще даже не перестали этот позапрошлый тайм-хай биткоина в 19 тысяч долларов. То есть, когда мы с вами были здесь на 64 и 69, это все было ниже в покупательной способности денег, то есть доллар уже стоил, посмотрите, насколько дешевле. Если вот это дно у нас было 20 тысяч, то есть вот эти 20 тысяч, вот в деньгах, где 20 тысяч, доллар на 75% подешевел. Я вот склонен доверять на 77 даже, да, что вот это правильная метрика. То есть, кто-то смотрит M2SL, но мне кажется, как раз доллара реально в 4 раза больше стало, ну, плюс-минус с ковида. А вы как считаете? Напишите в комментариях внизу, считаете ли вы, что ФРС США напечатало уже гораздо больше денег, чем оно реально заявляет. Вот, поэтому с поправкой на гиперинфляцию, во-первых, мы еще тут даже нету никакого топа, посмотрите, и не было здесь тоже никаких топов, не было у нас с вами по P-Cycle с поправкой на вот этот график. Кстати говоря, его, наверное, и надо смотреть, потому что когда по-настоящему... То есть, посмотрите, мы сейчас по этому графику только-только подходим к тем 20 тысячам долларов. Понимаете, вот эти 80 тысяч долларов, это как раз и есть те X4 денег, которые напечатали в долларах. То есть, это значит, что доллар сделал не 4X, а это значит, что сколько доллар сделал? Правильно, что доллар сделал 0.25X. Как и многие портфели, наверное, ваши на медвежке из альткоинов, минимум, вот столько сделали. Доллар сделал минус 4X, друзья, 0.25X. Поэтому это один из доводов в пользу того, что Bullrun может быть гораздо более серьезной, чем многие думают. Еще один из доводов, это вот этот скрин от товарища TechDev. Мне очень нравится. Посмотрите, какую метрику он показывает. CMF на 4-недельном таймфрейме выдал первый бычий сетап за 8 лет. Посмотрите, последний такого рода сетап был вот здесь, в 2017. Фишка в чем? Если вы посмотрите на эту метрику, то вроде бы ничего необычного. Все как всегда, бизнес as usual. Но нет, посмотрите. Здесь в прошлом бычьем, здесь кое-что отсутствует. А именно в ковид, во время прошлого бычьего разворота, прошлого дна медвежьего рынка, во время прошлого дна рынка, вы видите, что метрика не успела разгрузиться. И так и не вернулась в зеленую зону вообще. То есть весь этот рост, а далее следовал рост, но не такой внушительный, не такой серьезный, как мы с вами ждали. Не до 100 тысяч, как многие прогнозировали план B тот же самый. И многие тогда ожидали трейдера и блогера. Не до туда мы дошли, да? На радость Рафаэля, слезу Сатоши. Не дошли мы до 100 тысяч. Так посмотрите, фишка в том, что на метриках это выглядело вообще все как медвежий рынок. То есть вот эта вершина была, здесь был отскок, это как бы коррекционная волна, и дальше в медвежку. А теперь внимание, с учетом того, что я вам показал, да, а именно индекс печати денег, биткоин к индексу печати денег, обратите внимание, что действительно это все был медвежий рынок. Вот это был всего лишь отскок, это был всего лишь отскок дохлой кошки. Эти 69 тысяч, это были ниже, чем вот здесь в деньгах, понимаете? То есть нас просто с вами разыграли. Вот эта двойная вершина, это было не что иное, как вот эти 14к по биткоину, кто помнит перед ковидом. И вот, дальше нас задампили, дно отсигналило, дно все всегда четко сигналит. И дальше, друзья, мы только сейчас выходим в настоящий бычий рынок по биткоину. Вы можете это понять? То есть вы можете в такое поверить, как вам вообще такая версия? Я лично дико прифигел, когда это до этого доперся. Захотел поделиться этой версией с вами. Напишите, что вы об этом думаете внизу в комментариях. Потому что я думаю, что это все был медвежий рынок по биткоину. То, что мы не пробили 100 тысяч еще, это значит, что это мы, ну, просто рекордно перепроданы все еще до сих пор. Вот. Теперь к ходу волнам. Смотрите, что интересное видно на этом графике. Это Into the Cryptoverse. Спасибо Бенджамину Кловину за этот замечательный ресурс. Здесь видно следующее, что биткоин становится, что биткоин в долгую одерживает победу над скептиками, над теми, кто говорит, что биткоин тоже централизован, что кошельки Сатоши и там ранние кошельки контролируют большую часть битка. Да, конечно, они контролировали большую часть битка, но посмотрите, что происходит сейчас. Во-первых, есть кошельки, которые навсегда утеряны, да, и там не только Сатоши, и к которым уже вряд ли когда-либо вообще будет найден доступ. Они добавляют ценности биткоину. А во-вторых, что мы видим, что крупные киты, которые не двигали свои битки более 10 лет, и от 5 до 10 тоже, они плавно разгружаются в рынок, посмотрите. Они не резко разгружаются, дампя весь рынок, а они плавно вкидывают свои монеты, покрывая свои какие-то расходы, видимо, там элементарные. И рынок зреет, то есть рынок становится более здоровый, более децентрализованный. Обратите внимание, креветки и планктоны типа нас с вами потихонечку растут и набирают новые кошельки, набирают обороты, и набирают Сатоши и битки. Поэтому я лично считаю, что это очень бычья метрика, то, что мы видим не централизацию в одних руках, а децентрализацию. Понятно, что это тоже одни киты переходят из лап, или как правильно сказать, плавников, что там у китов. Из плавников одних китов переходят в лапы других крабов, но тем не менее, здесь опять же BlackRock все это подхватывает. Это же тоже все метрики, как бы они на ончейне основываются, на количестве кошельках и так далее, на новизне монет. На самом деле тот же BlackRock может сейчас выкупить все монеты на разные кошельки, и они будут считаться новыми. Но тем не менее, старые битки, кто ждал десятилетиями, пришли в движение. И я вам хочу сказать, что, ребят, только так, реально, настоящие иксы с ходла делаются только так. Вы ходлите 10 лет и только потом приводите в движение свои битки. Это 100%. Теперь поговорим немного еще о цене, и куда она может дойти, и самое важное, о честных значениях. Друзья, случается прямо сейчас очень крутой момент. Посмотрите, мы с вами снова вернулись к средним значениям. Мы уперлись точно в средние значения. Вот эта красная линия по каналу средних значений, она сейчас находится именно там, где мы. То есть, это по криптомаркет-кэпу 3 триллиона. Ну, это, собственно, там, где мы сейчас и находимся практически уже почти. Так, и я вам хочу сказать, что мы об этом говорили на нашем канале постоянно, если вы помните. И то, что это все в линейном будет выглядеть вот так, в линейном масштабе, как мы с вами привыкли торговать на графиках. Этот вынос просто будет 20-30 триллионов будет быстрый. Реально, капитализация всего крипторынка может легко сделать 10x. Но пока на что стоит обратить свое внимание локально? На то, что эта линия может также выступить сопротивлением. Посмотрите, как было вот здесь. Мы уходили выше, потом ушли ниже, и дальше она выступала сопротивлением трижды. И также здесь мы под ней очень долго накапливались. И здесь, посмотрите. Поэтому мы все еще в канале накопления, друзья. Вот что важно. Вот у нас был канал накопления вод, канал накопления вод, канал накопления вод, канал накопления вод и канал накопления вод. И мы выходим из него, так что надо понимать, что окей, мы выходим из него. Дальше впереди открытый космос. Понятно, что мы можем не дойти до зеленой линии, до 30 триллионов прям сразу Тем более в последнем цикле мы вообще не дошли даже до нее Но мы с вами сейчас разобрались, что последний цикл это был недоцикл Это был такой отскок дохлого верблюда И вот сейчас, ребята, похоже, что начинается супер-мега-тузамуней Но это не точно, конечно, потому что, сами понимаете Все эти Блэк-Рокеры, Майкл Сейлор, Илон Маскер и прочие товарищи Не для того, чтобы... Да и Байбиты тоже, и Пионексы, и все наши любимые биржи и сервисы Они не для того здесь, чтобы дать нам с вами кучу денег заработать Особенно, если мы пытаемся торговать этим на бирже Но так в целом, да, слушайте, выбрали Трампа, Халвинг прошел, супер-мега-бычий рынок Вот он здесь и сейчас, походу, что происходит с нами Поэтому... При этом все еще очень низкий социальный риск По вот этой спирали циклов биткоина мы входим в самую... в Q4, в самую экспоненциальную фазу параболического роста И все еще мы наблюдаем супер-мега-низкий интерес, посмотрите, на YouTube-просмотрах Кстати, это было несколько дней назад уже Этот скрин был 9 ноября, а сегодня 12-е Давайте посмотрим сегодня, как выглядит этот график YouTube subscribers, YouTube views Ну, кстати, уже потихонечку, смотрите, наблюдается всплеск просмотров Наблюдается волна новых подписчиков на YouTube-канал Но все равно все еще очень маленькое Как вот здесь вот, перед взрывным ростом на новые ХАИ Как вот здесь вот Поэтому, ребята, вы все еще... мы все еще с вами одни из первых И да, друзья, мы практически пробили 102 600 Я думаю, что мы такими темпами скоро и 103 000 пробьем И даже больше Но в любом случае, большое вам спасибо за то, что мы с вами сделали это раньше, чем биткоин И еще на медвежке пробили 100 000 Это очень приятно Обязательно пишите хорошие комментарии под стримами и под видосами Вы таким образом автоматически участвуете в розыгрыше крипты Никуда он не делся Мы обязательно разыграем на следующих стримах по призы по 500 000 сатоши между вами Вот, так что что я могу сказать? По биткоину картина предельно ясна, на мой взгляд Надо лонговать в долгую Локальная картина для тех, кто этим торгует Ну что тут можно видеть? Что 30-ти минутки вот здесь нас немного продавали на Binance Но без жесткача, без экстремумов На BitFinic вот здесь было интересное ведерко на покупку Пытались удержать цену, но не удержали В принципе, на том же Finic вот к USDT ничего нету На BitStamp вот тут тоже вот интересно, что покупали На BitStamp весь рост вот тут покупали и тут покупают Спуфят цену, пытаются, зажимают Возможно, выбьют сейчас ее наверх из этого бычьего флага дальше Потому что стремно на самом деле шортить Coinbase Pro вот он был продавец, но здесь тоже был продавец Gemini Gemini тоже продавец активный, но без желтых, видите, без экстремумов Это сервис TRDR, напоминаю, что ссылка на него в описании Можно оплатить крипто, это скринер со всех бирж Kraken пусто Kraken пусто, но вот тут продавали Вот, Tether KuCoin Вот KuCoin откупают здесь биток прямо сейчас На 30-ти минутках OKEX пусто Ну все, дальше фьючи пошли В общем, друзья, если вам интересна сводка с TRDR Также по другим монетам И какие альткоины я сейчас покупаю, какие продаю Обязательно ставьте лайк, пишите об этом в комментариях И смотрите следующий стрим, потому что мы это все дело обязательно разберем По эфиру тоже, вот я пробегусь просто Ну эфир, кстати, сейчас откупают на Binance и к TrueUSD Ну там он шум Ладно, короче, это мы будем смотреть на стримах И у нас в телеге, обязательно подписывайтесь к нам в телеграм-канал Чтобы не пропускать важные алерты Телеграм-канал и чат Эфир вот на Coinbase Pro тоже 30-ти минутки откупают В принципе, я думаю, что есть высокая вероятность того, что это все бычий флаг И мы идем дальше наверх на ликвидациях шортов Буквально вот уже ближайшее время Здесь и сейчас Помните, что лучший P2P-обменник WebMyCash к вашим услугам Ссылка в описании Крутите, смотрите Тут есть все направления, все банки СБПшечки Но самое главное, есть кэш-курьеры И самый вкусный, четкий ценник на кэш-курьеров От 250 тысяч рублей Доставка Встречайтесь в кафе, в офисе, где угодно Короче говоря, смотрите, офигенная тема Вот А по сделкам тоже У меня тут на самом деле полный огонь, ребята По сделкам я хеджево шортил биток Немножко Снял там, в чат кидал скрины Ланги разгрузил Я, в общем, сейчас это дело все скальплю потихонечку Вот По сделкам, ребята, все огонь на самом деле Хеджевые шорты аккуратные Плавная разгрузка, догрузка альтов Вот у меня набранный лайток Мана, МНТ, Аудио, Дот, XRP, Битку Я немного разгрузил И на Pionex сейчас все основные мои сделки Но вы знаете, если у вас еще нет аккаунта на бирже Pionex Я вам очень рекомендую его завести Потому что там можно торговать альты к альтам Вот я торгую здесь еще не только к доллару Но эфир к биткоину Рипл к биткоину Тон к биткоину Вот Трон пошел, кстати, неплохо Вот вроде начал отстреливать Смотрите, как быстро выкупают падение на бычьем рынке Тронк, USDT МНТ немножко в коррекцию уходит Что-то я его тут лонганул по хаям за чем-то лишнего Но мне кажется, его тоже сейчас начнут пампить дальше Короче говоря, по сделкам пообсудим на стриме Пишите в комментарии, что вам интересно больше Долгосрочные метрики Или краткосрочная суета Напишите, что думаете вы А у меня на этом все С вами был Гриня, он же Trapdoors И всем профитроли Удачи в торговле Скоро увидимся Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok